Я имею в виду, что мы говорим о моде, но не столько о моде, сколько о чем. Так что я ношу смотрится как картошкин... Мешок от картошкин? Марусин. Марусин, бойфренд, друг. Вчера я ей сказала, Оля любит носить такие развлекайки, такие большие, шлоу, ну такие легкие накидки. Мы, кстати, показывали видео их, Оле несколько их есть, и она очень любит их носить. И вчера ее друг, бойфренд, сказал ей, что... что он тебе сказал? Он сказал, что это выглядит... ну... Cute это так, ну хорошенькое такое, ну ничего себе. Но не сексуально, и я не думаю, что он имел в виду одеть облегающее платье и показывать... Ну как свою фигуру, какая у тебя красивая фигура, и Оля красивая фигура. Правильно? Вот, и поэтому это самое... А я ей говорила, говорила? Говорила. Маму надо слушать. Патейросак. Патейросак, да. Он сказал ей... Картошки. Это мешок от картошки. Выглядит как мешок от картошки. Хотя они флоуи, красивые, летящие, сделанные из красивых материалов. Мешок. Так что нужно показывать свою фигуру. Даже если... Вот я считаю, честно говоря, что даже если женщина не тоненькая, а имеет, ну таки, хорошую фигуру, там, и грудь, и попу, и все такое. Ну, что Бог дал, скажем так. И волей, я смотрю. Оля, я сейчас сижу в своих в джинсах Calvin Klein. И это сам... Обожаю их. Ну, я все обожаю. Я все время говорю, обожаю. Но мне они очень нравятся. Они такие комфортные. Тянутся так хорошо. Оля говорит, ей тоже нужно, кстати, белые брюки. На лето белые брюки незаменимы, да? Угу. Вот. И вот я, кстати, о чем говорила. Кстати, о белых брюках. Вот имеется... Вот тоже говорят, что... О, белая толстит. Белая не толстит? А-а. Белая... Если хорошо подобрать белую одежду с чем-то, то она совсем не толстит. Будет очень хорошо выглядеть. И летом это, наоборот, выглядит свежо. Ты выглядишь, как будто ты летящей походкой вышла из мая. Вот так вот. И поэтому... Мне белая нравится. Мне нравятся белые маечки, блузки. Белые... Вот сейчас стало тепло наконец-то. И я достала свои белые джинсы. Вот. И... И вот я говорю, о чем я говорила. О том, что если правильно одеваться, если одевать правильную одежду... Вот правда, есть же красивые женщины, которые в теле такие, но они одеваются так хорошо и они выглядят хорошо. Помнишь... Помнишь, Тэми? Да. Она была... Она была большая женщина. Но... Она была всегда на поле. Оля говорит, она работала в адвокатской фирме раньше. И у них была женщина работала там. И она... Она говорит, она была... Ну, женщина такая в теле... Довольна. И... Она говорит, всегда выглядела... Ну, просто очень хорошо. She's the best looking at it in the whole office. Да. Оля говорит, что она, в принципе, выглядела лучше всех в офисе. Независимо от фигуры. Поэтому, конечно, нужно одеваться правильно. Нужно одеваться... Нужно, может быть, одеть... Не... Не иметь в гардеробе 33... Всяких разных дорогих вещ... Дорогой вещи. Но можно иметь пару юбочек, пару штанишек и... И побольше... Верха, вот побольше всяких маечек. Правильно? Там маечки, блузки. И вот эти блузки менять. Бижутерию. Правильно? Оденешь бижутерию. На ту же майку. Одень белую майку. Одень разную бижутерию. Будешь смотреться по-другому. Очки. Очки и сумки. И обувь. Вот это, что делает наша. То есть, можно иметь не очень много одежды, но... Но, в принципе, иметь всякие аксессуары. И это будет делать ваш наряд совершенно разным. И не нужно бояться, кто вы. Какая фигура у вас. Большая, маленькая, тоненькая, короткая, высокая. Если вы правильно оденетесь, вы будете выглядеть обворожительно в любой... Ну, будете выглядеть обворожительно поэтому. Мы сейчас сидим на таком... Это плаза. Плаза это что? Это площадь. Сквер. Площадь, сквер. Парк. Ну, это площадь такая. Это Шаппиньмол. Мы пришли немножко раньше. У нас в воскресенье Шаппиньмол открывается только в 12 часов. Мы хотим пойти покушать. И потом пойти немножечко по магазинам пройтись. Это у нас такое времяпропровождение будет. Сегодня мы с Марусей... Так как Маруся переехала на свою квартиру, мы с ней видимся уже не так часто. И поэтому нужно собираться иногда и... Нужно собираться иногда. Правильно? Маруся приходит домой к нам по выходным. Каждые выходные. Ну, иногда просто особенно в какую замечательную погоду просто не выйти никуда. Это будет тоже завтра. Завтра дождь будет. Завтра весь день дождь будет. Поэтому сегодня хорошо провести время погулять. И это такой Шаппиньмол, где все магазины и со всех магазинов ты выходишь с улицы. Это не в здании. И поэтому хорошо пройти, посидеть. Мы сидели, потом увидели вот такие плюшки всякие. И не вынесли, не вынесла душа поэта. И мы решили их поснимать. I want this croissant. Oh my gosh. Maybe we'll just have croissant and we'll have something to you later. We can split one. It's like huge croissant. Oh no, it's filled with chocolate. Oh no, chocolate. I don't know. I don't know. Ham and cheese. Oh, this croissant looks good. But it's with chocolate inside. I don't like that. Let's go eat salads. Well, I mean, we don't have to go right away. I'm not overly hungry right this second. Are you hungry, hungry? No. Let's go shopping first and then eat. Okay. Let me figure out if these are brunch first, though. Yeah. Такая маленькая кафешка здесь. Здесь горы наши, прекрасные горы. Люблю свои горы. Я вообще всё люблю. Люблю жизнь. Жизнь прекрасна. Вот и как раз к этому, к этой теме слово love. Love. И вот так идёт. Ольга, а где ты припарковалась? Здесь на улице или на парковке? На парковке? Нет, на улице тоже. А, на улице тоже? Ага, я тоже. А я там, на вот этой парковке припарковалась, недалеко. Мы только шли и разговаривали на тему… Может, кто-то повернет сюда. Мы разговаривали на тему, кто должен платить, когда идёшь, когда встречаешься с молодым человеком. Ну, скажем так. Скажем так. Вы только только познакомились. Как, как, первый день? Да. Первый день. Кто должен платить? Ну, сама. Потому что если это первый день, что-то не… Ну, короче говоря, она сказала, с чем я сто процентов согласна. Если это ваша первая встреча, вы встречаете где-то, никогда не идите на ужин. Помнишь, всегда Джон так говорил? Это Джон… Джон всегда говорил. Он всегда говорил… Ну, и в принципе, это самое. Никогда не платите, никогда не идите на ужин. Идите на кофе, на там, чай, на… в киношку. Даже в кино. Просто на кофе. Кофе. В кафешку посидеть. Сразу видно, нравится вам человек или нет. В публичном месте. Ну, в публичное место. И, конечно, вы платите сами за свой кофе. Тогда, если у вас, если вы не хотите встречаться с этим человеком, то никто никому ничего не обязан. Правильно? Да. А потом уже, когда повстречались немножечко, то уже… Ну, как принято вот сейчас в Америке. Каждый по-разному? Ну, в принципе, Оля говорит, что очень раньше, раньше, ну, все равно. Раньше было как? Мужчина платит, конечно. Всегда мужчина платит. А сейчас времена меняются в том отношении, что феминистские направления очень много, ну, как, поднимают голову или подняли уже голову. И женщина хочет быть независимой, и она говорит, я буду за все платить сама, и за меня платить не надо, и я все сама могу. Скажем так, что ты думаешь наибольшее? Да. Это просто зависит. Ну, Оля, в принципе, говорит, это в зависимости с кем вы встречаетесь. Если вы встречаетесь с человеком, у которого есть деньги, и которому заплатить за 100 долларовый ужин вообще не моргнуть глазом, скажем, то это одно. И человек сам всегда предлагает, то это одно. А если вы встречаетесь с молодым человеком, с человеком, если вы взрослая женщина, которая стоит на такой же ступени, как и вы, денежной, то предложите иногда заплатить за что-то. Нет ничего в этом зазорного. И даже это очень неплохо, как можно, например, пошли куда-то покушать, молодой человек заплатил за ресторан, а вы предложили ему заплатить за кино, допустим. Поэтому в таких случаях можно, конечно, и делюсь. То просто, конечно, всё-таки большую сумму мужчина берёт на себя растрат. Если мужчина хочет тебе покупать вещи или ужин, подарки, дай ему это делать, потому что это очень, для них это очень важно. Да, важно. Почему? It's, you know, it's sometimes how they show that they care. They feel like they can take care of you and make it spoil you. And it's like, guys like that. Для мужчины это важно, потому что, и это, кстати, проверено на опыте, на горьком опыте. И я объясню потом, я скажу сейчас, что Оля сказала, что мужчина, когда мужчина платит, когда вы идёте, например, шаппинг немножко. Многие мужчины не любят ходить в шаппинг. Но если вы пошли в шаппинг, пошли в кино, гуляете, и мужчина хочет вам купить что-то, он хочет сделать вам приятное, он хочет вложить в вас деньги, он хочет видеть вас красиво. Если вы пошли в шаппинг, он хочет купить вам какое-то платье там или, ну, что вам нравится, или блузку, потому что ему это хочет. И не стойте там, не жмитесь, как это, ой, да не надо, ой, да не надо на меня деньги тратить. Не надо. Если он сам, не надо просить. Но если мужчина сам этого хочет, дайте им это сделать. Потому что, как, почему я сказала на горьком опыте, потому что Оля раньше встречалась с молодым человеком, и всегда они делали всё наполовину. Вот они идут в кино, они идут в ресторан, они идут сюда, и они встречались долго, много лет. Так что, и всё делалось наполовину. И потом, когда они расставались, одной из причин, почему они расстались, потому что этот молодой человек сказал, что, что, он сказал, что... Он сказал, что она слишком независимая, что она никогда не давала ему почувствовать, что он мужчина, что он заботится о ней, он хочет заботиться. Мужчины по своей сути хотят заботиться о нас. Если мужчина вас любит, он будет о вас заботиться. Взять даже Джона. Независимо от того, какие у нас материальные положения, Джон всегда хочет мне сделать приятное. Он всегда, даже нет денег, он пойдет и чего-нибудь такое кубит. Я скажу, что мне чего-то хочется. Я говорю о нормальных людях. Я не говорю о женщине с менталитетом. Я хочу туфли за тысячу, за пятьсот долларов. Нет, я не об этом говорю. Я говорю о нормальных людях. Например, мне дома что-то хочется и Джон всегда старается это для меня сделать. Я никогда не давлю. Я хочу сегодня и сейчас. Нет. Я просто иногда говорю, что мне бы этого хотелось. Принимайте, принимайте подарки с благодарностью. Ну, в общем-то, мы говорили о том, что в зависимости от того, с кем вы встречаетесь, но в принципе давайте мужчине о себе заботиться. Правильно? Пойдем в шоппинг. Русса примеряет штанишки и черную кофточку. Светерок такой. Повернись, отойди к зеркалу. Повернись, может быть. У меня четвертый размер есть. Хочешь померить четвертый? Да, я думаю, что они слишком маленькие. Потому что это делает мои ноги выглядеть как саоседжи. Саоседжи. Ну как? Нет? Не нравится? Даже с большим размером, они просто... Я не знаю, просто... Я не знаю. Они просто... Я не думаю, что они очень хороши. Они не выглядят хорошо с передачи. Они выглядят отверстия. Но... Нет. Нет? Нет. 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 Ну мне все нравится, но не очки. Нет. Очки тебе не нравится? Почему тебе не нравится? А свитер? Светер, да? Да Я люблю это Бей это Я не могу от этого Я имею в виду, что джинсовая куртка Как она называется? Шорт Но она не шорт, а по-русски называется Не помню, как называется по-русски Она выглядит хорошо Здесь такой вот Eagle Потому что мы в American Eagle Вот такой вот наряд И так Любой Убиритель Убиратель Убиратель Субтитры создавал DimaTorzok